О снижении уровня производства говорили сегодня на коллегии Министерства сельского хозяйства. Начиная с 2012 года объем господдержки превышает миллиард рублей, из которых 80% приходится на сельхозпредприятия. Впрочем, по мнению нового руководителя министерства, не все аграрии эффективно используют эти немалые средства. Предложения по улучшению ситуации вызвали бурные эмоции. Ольга Анофриева следит за ситуацией. Эмбарго на ввоз в страну иностранных продуктов питания вроде бы должен подстегнуть аграриев к увеличению объемов производства. Рынки сбыта расширяются, но в коме по сравнению с прошлым годом это самое производство напротив упало. Почти по всем направлениям. В 2014 году численность скота и птицы продолжает снижаться. Та по голове коров до начала октября в республике уменьшилась на 4,9%. В сравнении с началом октября 2013. В том числе в сельхозорганизациях на 3,7%. По голове снижилось в хозяйствах всех категорий на 1,6%. А сельхозорганизация увеличилась на 12,3%. Это единственное, которое покрывает общее отставание в этом показателе. Представители Минсельхоза уверены, причина снижения нерациональное использование субсидий и других видов господдержки, которые получает сельхозпредприятие. Чтобы научить аграриев бережному отношению к бюджетным деньгам, чиновники предлагают скорректировать методику предоставления помощи. Например, при падении производства на 10% настолько же сокращать размер дотации. Или начислять субсидии только на молоко, проданное в переработанном виде. Этот пункт вызвал бурный протест руководителей сельхозпредприятий. Молочные заводы, они же не могут с нами расплачиваться. Это значит, что еще больше будет долгов, еще тяжелее будет нам жить. Я, например, против этого пункта. Как хотите? Впрочем, усиливать контроль, видимо, придется. По прогнозам, сельхозпредприятия могли увеличить объемы. Но обещаний не сдержали. Так, по производству молока в этом году свои обязательства перед правительством КОМИ выполнили только 13 предприятий из 47. Ужесточений коснется и условий предоставления субсидий на техническое и технологическое перевооружение. Их будут давать в первую очередь тем сельхозпредприятиям, которые готовы не просто строить новые фермы, но и увеличивать поголовье скота. Ольга Ануфриева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.